Приветствую, я Александр Давыдов, и в этом видео хочу рассказать про то, почему, нужны ли мужчинам отношения, если да, то почему они им нужны на самом деле, и не то, что мужчины думают и говорят часто, а если не нужны, то тоже почему, и почему, даже когда мужчины в отношениях идут, где-нибудь так в 6-7 случаях из 10, из этого ничего хорошего не выходит, как для самих мужчин, так и для женщин, которые с ними в эти отношения вступили. Ведь если посмотреть на то, что пишут, говорят, на какие темы снимают видео, проводят всякие тренинги и так далее, то можно увидеть несколько, две диаметральные такие противоположные позиции. Многие женщины, немалое количество женщин, яростно ищут мужчин для отношений, спрашивают, где найти, как познакомиться, как произвести, как создать семью, как удержать и так далее. Канонические темы, 95% женских тренингов. С другой стороны, мужчины либо грустно пашут на семью с погасшими глазами, говорят, да, что-то, короче, семья – это тяжело. Либо яростно возмущается, собравшись тесным мужским кругом, что бабы меркантильные хотят только денег и достойных хороших ребят им не нужно. И что мы такие вот стоим, хорошие ребята, стоим в сторонке, платочки в руках теребим, а девчонок-то нет, не подходит. Уходят с какими-то мажорами на дорогих машинах. Вот, пошли времена-то. Либо, соответственно, возмущаются на то, что отношения не происходят так, как они хотят. Давайте посмотрим. Вот я сейчас перечислю ряд причин, по которым мужчины реально в отношениях ведут. Если вы мужчина, примеряйте на себя. Если женщина, примеряйте на мужчин, с которыми вы отношения создавали или в которых сейчас находитесь. Первая причина – это положено. Она у мужчин не такая беспощадная, как у женщин, которым, если к 30 годам не сдала семью, не родила ребенка, то все старородящая, старая дева и неликвид. Но все равно у мужчин есть тоже вот эта штука, что отучился в школе, поступил в ВУЗ, устроился на работу, нагулялся пока молодой. Ну и где-то ближе к 30 годам уже пора степениться. Все, хватит, она гуляет. Давай, давай, уже надо. Когда? Да, внучки, там на коленках покачаем. Давай, 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 пора уже. Мы тебе здесь тут нашли, кого-нибудь. Вот. Дашенька, давай, познакомься с Дашенькой. Пора, пора. Причем, часть мужчин делают это просто потому, что они хорошие мальчики, как они могут спорить со своими родителями. Часть мужчин делает это, ну, как бы, мысли даже как-то другой нет. Ну, как у нас все так делают. Причем, дай бог, 30. У некоторых уже все, в 25 все уже женатые, друзья. У всех уже дети. Все, все уже серьезные. И, как бы, в голове это такой щелчок, что я, создавая семью, я становлюсь взрослым мужчиной, полноценным. То есть, я уже не пацан, не парень, а мужчина. Это, конечно, тотальная иллюзия, потому что сам факт штампа в паспорте и оплодотворенные яйцеклетки и взятые даже ипотеки, еще ничего о переходе в состояние мужчины не говорит никак. Но приятно верить в иллюзии. Да, и надо же во что-то верить. Почему бы не в иллюзии? В этой иллюзии верят миллионы. Причем, как мужчин, так и женщин. Что все, вот он теперь остепенился. Он мне предложение сделал. Мам, это уже все. Нет, нет, Леша хороший. Нет, он не... Он хороший, мне предложение сделал. Он обещал, что он квартиру, за квартиру будет платить. Ипотеку возьмем на двоих, но платить будет он. Он обещал, мам, мне все, я ему верю. Да, и Леша это то же самое говорит сам себе. Соответственно, понятно, что по такой причине, когда вступает в отношения, особенно если с двух сторон положено, сошлись два положено, в результате мало чего хорошего выходит. Потому что, ну хорошо, вступили. Создать отношения же несложно. Дурацкое дело нехитрое. Пожениться. А дальше что делать? А, собственно, она дальше, инструкции не было. Инструкция была дойти, скрепить узами, польца на палец, все, дальше не надо. Дальше уже само. И жили недолго и счастливы, умерли в один день. Следующий уровень, следующая причина – это статус. Это может быть как приятно для эго, что у меня там жена, я не просто там бегаю, так и необходимо для, например, продвижения в каких-то социальных средах. Потому что в части социальных сред, если мужчина не женат, он считается ненадежным. Поэтому нужно завести себе мужчину, женщину, а женщине – мужчину. У женщин тоже такое бывает, что ну как бы все, я уже серьезный человек. И поэтому жена заводится просто для галочки, чтобы на полочке стояла. Есть очень важный и параметр, с которым многие мужчины яростно не согласятся и наверняка будут в комментариях что-то писать возмущенно, это власть. Ну вот скажите, давайте честно, ну где еще мужчине проявить реально власть? За счетом того, что у нас подавляющее большинство мужчин работает на работах, на наемных, где их, так сказать, начальники? И причем за это платят средняя зарплата в 25 тысяч рублей. Ну где мужчина, работающий на наемной работе за 25 в среднем тысяч рублей, это еще в среднем, может власть получить? Где? В семье. Потому что бизнес создать – 250 способов обанкротиться. На войну пойти – так убить могут. Где еще? В танки играть? Ну немножко не то. Ты можешь стать предводителем клана, но это не то. Хочется чего-то живого. Тут семья, ребенок, люди, которые от меня зависят. Супер. И я прихожу тогда со своей работы, где меня в очередной раз начальник. И я штрафовал. Теперь я получу не 25, а 23 500. На полторы тысячи штрафовали. С порога кидаю жене часть зарплаты, скажем, 13 500. Говорю, все, кормилец пришел, мамонта принес. Ну на самом деле это маленький ножка кролика, но в сознании это мое мамонт. И я тут главный. Что? Как это нет борща? С чем ты занималась целый день? Я нужно работе вкалывал. Подать борщ ляпкину-тяпкину. И где еще можно оттянуться? Как не в отношениях. Самое то. Причем лучше всего в семье, в законных отношениях. Чтобы еще были дети. Чтобы было кого погнобить. Потому что мужское, вообще патриархальное общество, оно выстроено в модели тех, кто выше, имея тех, кто ниже. Как бы паровозик такой, как бы гомосексуальный. Ну метафорически гомосексуальный. И соответственно обязательно должен быть кто-то под тобой, кого должен поиметь ты, чтобы сбросить это напряжение. Если мужчина работает на рядовой работе, у него нет подчиненных, на кого он это сбросит? Кого он это имеет? Никого. В транспорте до кого-то докопается? Не то. Жена ребенок. Супер. Причем изначально это может быть хороший человек. То есть для этого мужчина не обязательно должен быть мудаком и абьюзером. Он может быть приличным человеком. Но даже приличные люди, если они особенно не осознают, что делают до конца, не включают голову. У них есть стресс, напряжение, копится злость. Это ищет выход. Следующий момент. Это такой психологический, психологический, психологическая зависимость по сути. Например, мужчина вырос в жесткой зависимости от мамы. Теперь мама передает его жене и либо она ему подберет, либо он сам находит женщину, от которой он будет в зависимости. Причем он может не считать, что это он в зависимости. Но как бы без женщины ему плохо. То есть ему нужна женщина, чтобы заполнить какую-то дырку в нем. Например, без женщины чувствовать себя одиноким. Ему нужно заполнить дырку одиночества. Или нужно, чтобы о нем кто-то заботился. Само по себе вот такой мотив не является однозначно ужасным. Если люди могут сойти друг с другом, имея разные глюки в голове. Если они их осознают и честно признают. Если они себе врут, а люди с зависимостями с такими, они чаще всего себе врут. Они говорят, нет, нет, какие зависимости. Конечно, я просто люблю этого человека. Есть очень такой причина, которую мужчины порой говорят честно. А порой отказываются ее признавать. Это обслуживание по принципу «все включено». Ну давайте так. Значительная часть мужчин выходит во взрослую жизнь бытовым в плане неприспособленным. То ли это за них делали женщины. То ли, например, делали женщины, потому что отец ему говорил, что это не мужское дело тарелки мыть. Ну-ка вот давай. Поэтому вот эти все истории, когда мужчины не знают, где включается стиралка и так далее. Они, собственно, это не анекдоты. И даже если он знает, где включается стиралка, самому все это делать, во-первых, времени может не быть, во-вторых, просто не хочется. Потому что это съедает кучу времени. И это кажется бессмысленным занятием. Ну пропылесосил квартиру, она снова грязная. Смысл вообще? И вот это начинаются все эти шутки про холостяков, которые не шутки, что холостяк моет посуду перед едой. То есть бытовая, элементарная, неприспособленность, тотальная беспомощность. Как ее решить? Самому делать? Не вариант. Домохозяйку нанять? Если зарплата в 25 тысяч, откуда домохозяйку? Средняя. Даже хорошо 30. Домохозяйку за 10 тысяч рублей в месяц ежедневно? Поищите. Поэтому, тут приходит вариант. Жена. Супер. То есть я тогда кидаю, например, 13500 свои на стол, получаю чистую одежду, еду, чистую квартиру. А желательно, чтобы она еще работала, потому что 13 тысяч ты как бы не проживешь. И все это она успевала еще после работы сделать. И, конечно же, секс. Потому что искать секс каждый раз, несмотря на то, что мужчина, собираясь в кругу и распушивая свои хвосты, им говорят, да мне любая. Но чаще всего, во-первых, не любая. Во-вторых, нужно бросать на алтарь время и деньги. Там, хотя бы это кофе с пиццей, что может стоить довольно дорого, например, в той же Москве. А как максимум, бабы же меркантильные, они же столько денег на них уходят. На флирт, соблазнение и, чтобы получить секс, порой уходит много средств, которых нет. А тут по абонементу. Абонемент оплачено. Секс, пожалуйте, каждый день. Неважно, устала, не устала. Давай, положу на супружеский долг. Давай, иди сюда. Борщ, чистая одежда, диван, пиво, миньет. Нормальный, законный комплекс. Имею право, я работаю, я работяга, я приношу домой деньги, в конце концов. А если еще мужчина при этом не бухает сильно и не гуляет часто, то он может вообще считать себя столпом общества и говорить, я честно работаю, я приношу свои 15 тысяч домой, в смысле на семью, имею право, и гордо смотрится, и волосы его развиваются на ветру. И еще, конечно, есть причина, это вот то, что написывается словом «люблю». Но под словом «люблю» прячется несколько подмотивов. Во-первых, я уже перечислил психологическая потребность, болезненная психологическая зависимость. В разных форме может проявляться. Во-вторых, это просто банально, может быть, хочу. Ну, секс прикольный, секс нравится. Секс-то рано или поздно может угаснуть, и тогда, собственно, выяснилось, что любви нет. Например, поженились, все, секс на потолке каждый день 18 раз. Женщина родила, чуть-чуть набрала 3 килограмма, или 5 килограммов, или 8 килограммов, и все. Нет ни секса, ничего, уже не хочу, любовь ушла, чувства ушли, все не то. Может быть, такая романтическая, такая «люблю всем сердцем». Есть мужчины, которые вот так описывают свои чувства. Тоже, соответственно, в какой-то момент она уходит, образ рушится, разочарован, сижу, плачу. И на самом дне этих мотивов, самым последним пунктом, идет более-менее осознанный выбор человека, которому не только испытываешь чувства, а с которым еще хоть как-то совместим, и при этом в виде этого человека. То есть, когда мужчина вступает в брак не с объектом, который должен ему выдать вот это, вот это, вот это, а с живым человеком, в виде этого человека, понимая этого человека, понимая себя при этом. Ну вот, я уже столько, много пунктов перечислил, как-то все сложно, да? И поэтому, если вы присмотритесь просто к своим собственным знакомым парам, обычно, когда я такой вопрос задаю, никто не говорит, ну что это вы все там про негатив, есть же много пар, которые счастливы. Говорю, да, давайте. Сколько процентов из тех, кого вы знаете? Обычно это начинается, ну, вот знаю одну пару, кто-то говорит, трех знаю. Причем, я имею в виду, хорошо знаете. То есть, не со стороны, вы смотрите фотографии, в Инстаграме видите, какая красивая пара. Вы в реальности были в изнанку, вы знаете всю изнанку их жизни. Некоторые говорят, мы таких вообще не знаем. Многие пары живут просто потому, что, ну, как бы, сошлись, ну, куда уже? Просто живем, тихо ненавидим друг друга, как-то терпим. Ну, и ладно, что же делать? Куда уже расходиться-то? Столько лет живем. Но это еще не все. Как вы понимаете, в большей части причин, которые я перечислил, ни к чему хорошему не ведут. То есть, чтобы из этого вышло что-то хорошее, нужно приложить кучу усилий, потому что, когда эта иллюзия начинает рушиться, возникает злость, раздражение, и хочется просто все разломать и прекратить. Что, собственно, и происходит. Отношения часто длятся там года два-три, потом браки распадаются. Но есть еще интересный момент. Это вот тема, в которую... Вот то, что я перечислил, так или иначе можно применить зачастую к обоим полам. А есть игра, в которую часто любят играть именно мужчины, причем играть ярко, эмоционально. Это игра, когда я хочу отношений. Но. И вот тут начинается. Например, я хочу отношений, но не со всякой. Мне нужна. Разматывается древнеславянский свиток. На пергаме, на бересте. Мне нужна чистая, но сексуальная. Невинная, но сексуальная. Чтобы она не была необычным деревом. Нет. Верная. И начинается длинный-длинный список. Притом, ладно, окей, предположим, такие есть. Хотя этот список порой нереального существа, теперь как единорога. Ну ладно, предположим, такие есть. Но у мужчины при этом нет ресурса на этот список. Ни денег, чтобы действительно удержать такую женщину рядом. Вообще никаких. Ни психологического возрастления. Даже если такая женщина рядом появится по его списку, он сам сбежит. Он даже на свидание с ней не пойдет, скорее всего. Просто отморозится. Потому что он будет понимать, что он сейчас облажается. Поэтому эти списки, они создаются формально для того, чтобы изобразить, что я ищу не всякую. И как бы, можно сказать, пропиариться за счет этого, что смотрите, какой я. Я ищу особенную. Значит, я тоже особенную. А на самом деле он где-то в глубине души понимает, что нихрена никого не найдет. Но он может себе оправдать это тем, что я не нашел не потому, что меня никто не берет, и я на экране никому не сдался. Потому что у меня денег нет ни на что. А потому что я ищу особенную. Особенных в наше грязное, развращенное время нет. И он сидит, увенчанный ореолом, в плаще с кровавокрасным подбоем и смотрит на закат над Римом древним. Это отличная рационализация собственной беспомощности и нехватки ресурсов. А поскольку это нормальное состояние для миллионов мужчин не иметь ресурса для отношений, для серьезных отношений, для семьи, то в эту игру играет тоже огромное количество людей. Есть еще одна тема, еще одна излюбленная мужская игра. Говорит, я не хочу отношений вообще. Я одинокий волк. Зубами щелк. Я хочу, я бегу, моя грива развивается, и мне никто не нужен. И каждая женщина, которая посмотрю, сразу падает. В реальности чаще всего это, конечно, вранье. То есть волк это только, если он наложит кучу фильтров на телефоне будет. Но это ладно. За этим часто другая штука стоит. Эти одинокие волки, которым ничего не нужно. Когда вдруг они сталкиваются? Вариант А. С женщиной, в которую они влюбляются и которая им отказывает. Вариант Б. Вариант Б. Женщина, которая сразу обозначает границы, что, знаешь, мне никаких отношений с тобой не надо. Что случилось с одиноким волком? Вдруг выясняется, что в глубине этого беспощадного хищника живет маленький, нежный и любвеобильный котенок, который хочет прийти, который на самом деле жаждет этих отношений, который хочет прийти с охоты, бросить под ноги своей любимой маленького окровавленного кролика, снять свою окровавленную шкуру, растянуться на диванчике, чтобы ему дали еды, чтобы он пиво налили, полакал свое пиво, посмотрел телевизор, сделали минет, постирали шкуру, и утром он мог снова выйти, встать, надеть шкуру, превратиться в великого, великолепного волчару и убежать на охоту за новым кроликом. И когда этому одинокому волку отказывают в отношениях, он оскорбляется, что если мне они не нужны, ну как она посмела мне отказать? Это самая угарная игра. Единственное, грустно от того, что мужчины могут в нее играть годами. Порой уже видно, что волк-то подержанный, уже и шкура облысела, и Акела уже промахивается каждый второй раз в постели, и уже зубы не те, но я все равно одинокий волк. Поэтому, как видите, удивительно вообще, что с таким набором глюков какие-то отношения вообще как-то получаются. Но за 15 лет своей психологической практики я смог убедиться в том, что значительная часть заслуги, в том, что хотя бы часть отношений, построенных вот на этом, получается, заслуга не мужская, заслуга чаще всего женская. То, что они многое закрывают глаза, многое терпят. Мужчине не говорят. Мужчина может жить в иллюзии, что все хорошо. Даже просто женщина не договаривает. Что они ходят там на какие-то тренинги, пытаются как-то там медитировать, выводить негативную энергию. Избавляться от негатива в своей жизни, перевожу, чтобы не грохнуть этого мудака. И все держится на женском долготерпении. Большая часть, скажем так. А мужчины, когда вдруг мужчина в 47 лет от него уходит жена, с которой он прожил на 15 лет, или он просто перестает даже проявлять только уважение к нему. Он в шоке. Что такое? А что такое случилось? Все же нормально было. Поэтому переходим к резюме. Если вы, мужчины, все еще посмотрели это видео до этого момента, и еще не написали гневный говнокомментарий в комментариях, то, возможно, тут я что-то про вас рассказал. Тут повод. Если вы еще не в отношениях, задать себе честный вопрос. А мне это нахрена на самом деле надо? И нужно ли мне это? И если вы хотя бы чуть-чуть не уверены, лучше не надо. Потому что, опять же, дурацкое дело нехитрое. Расписаться в ЗАГСе две минуты. Взять ипотеку чуть дольше. Оплодотворить яйцеклетку вопрос бывает одной минуты. Делайте что-то с этим всем потом. Если, конечно, вы не из тех, кто сделал ребенка и сбежал в ночь. То есть, если вы ответственный, серьезный человек, как вы потом с этим раскидываться будете? А если вы уже в отношениях, то тут можно задать такой довольно опасный себе вопрос. А я зачем в них? Мне тут нахрена? Опасность в том, что ответ может быть незачем. И это может повлечь к неприятным размышлениям, о чем, собственно, дальше делать. Причем, если женщине тоже незачем, это еще ладно. А вот если женщина хочет быть с вами в отношениях, а вы не понимаете, зачем, и при этом вы считаете себя достойным человеком, который не может просто так бросить и уйти в ночь, у вас дилемма. Если вы, женщины, посмотрели это видео, то сделайте то же самое про себя и посмотрите на мужчину, который с вами, если он с вами, если вы в отношениях. А он-то зачем с вами в отношениях? А на самом деле? А вы как думаете? Опять же, ответы на это могут оказаться неприятными. Поэтому от иллюзий люди часто предпочитают не избавляться, а просто говорить, не будем трогать. А то сейчас как, ой, сейчас все переделывать, всю жизнь? Нет, лучше я доживу, как вот у меня мама прожила 40 лет с отцом, любви у них не было, но так многие живут, это так у людей заведено, че уж тут, ну бывает и хуже, ну как-то прожили, вот, ну так, мы как-то проживем. Я не препятствую. Но если вы хотите как-то по-другому, то повод включить голову и задать себе все вопросы, которые я задал вам. И задавайте каждый раз, когда в вашей жизни всплывает точка выбора создать какие-то более-менее серьезные отношения. Счастья вам и удачи. Если у вас остались, появились вопросы, мысли, комментарии, есть чем поделиться, смело делитесь в комментариях. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались, рекомендуйте его вашим друзьям и знакомым. И продолжаем движение. С вами был Александр Давыдов.